Всем привет! Вы смотрите Универ Ньюз. Зовут меня Настасья Иванова. Сегодня ты увидишь. КФУ оказался в центре коррупционного скандала. Случай комментирует проректор по общим вопросам. В КФУ проходят конференции регистры доноров костного мозга сегодня и завтра. Что нужно знать иностранным студентам при поступлении? С 2010 года в Казанском университете образован подготовительный факультет. В Казанском федеральном университете выявлен случай вымогательства денег у иракских абитуриентов для поступления. Ситуацию разъяснил проректор по общим вопросам университета Решат Гузейров. По информации, распространяемой сегодня в СМИ, в отношении возможных противоправных деяний гражданина Ирака Ахмеда Шаблави и его связи с КФУ, хочу пояснить, что ранее в КФУ поступил документ из посольства Ирака о жалобах студентов КФУ из Ирака, с которых некий гражданин собирает денежные средства для сдачи вступительных испытаний в Казанский университет. Руководством университета было принято решение по проведению разбирательства, изложенной в письме информации. В целях пресечения возможных противоправных коррупционных действий в старейшем российском ВУЗе КФУ инициативно и добровольно передала информацию правоохранительным органам, в частности в МВД. В настоящее время продолжается проводиться собственная служебная проверка. Руководство КФУ оказывает всю посильную помощь в проведении следственных действий правоохранительным органам, в том числе выемки документов. В заключении хочу сказать, что в КФУ активно работает служба адаптации иностранцев, которые помогают иностранным студентам обжиться и с наименьшим стрессом приступить к занятиям в старейшем российском ВУЗе. Как объяснить населению, что донорство костного мозга – это не страшно, и что дело для развития российского регистра донорства костного мозга? Эти другие вопросы уже второй день поднимаются на Всероссийской конференции, которая проходит в Институте фундаментальной медицины и биологии Казанского Федерального университета. Анна Глазунова расскажет главные подробности. Русфонд и КФУ объединили представителей благотворительных фондов, врачей из России и других стран на конференции регистры доноров костного мозга сегодня и завтра. Основная проблема для нашей страны, в отличие от других стран, где донорство костного мозга развито довольно давно, это то, что у нас, к сожалению, до сих пор нет единого взаимодействия между разными донорскими базами, которые расположены в разных городах, в разных регионах. Именно эта конференция послужит некой точкой для объединения и взаимодействия людей, занимающихся вопросами донорства костного мозга. Очень хочется, чтобы сдвинуть эту тему с мертвой точки, чтобы трансплантация костного мозга в России и для детей, и для взрослых стала уже рутинной процедурой, так как это происходит во всем мире. Порой, чтобы спасти жизнь тяжелобольного пациента, нужно сделать пересадку костного мозга. Для этого необходимо найти генетически совместимого донора. Поэтому обязательная процедура анализа крови типирования позволяет определить, подходит ли костный мозг пациенту. Сейчас Росфонд тратит только на реагенты для типирования одного потенциального донора 7 тысяч рублей. Это учитывая то, что типируется сейчас около 10 тысяч человек в год, а предстоит, соответственно, в следующем году выйти на 25 тысяч типирования потенциальных доноров. Это колоссальные деньги. Сейчас активно создаются регистры потенциальных доноров. Причем упор делается именно на национальных регистрах, ведь гораздо проще и быстрее найти совместимого донора среди людей, сходного с ним этническим происхождением. Первая в России специализированная НГИС-лаборатория по определению гены совместимости потенциальных доноров костного мозга создана на базе КФУ. Росфонд в качестве партнера выбрал Казанский федеральный университет не случайно. Оборудование, которое сегодня есть в нашем университете, а самое главное сформированный человеческий капитал, то есть наши ученые и преподаватели, они показали свои возможности для этой работы. В новую НГИС-лабораторию КФУ образцы крови приходят из медицинских клиник Инвитро. Стать донором можно и во время акций, которые проводят КФУ и Росфонд. Одна из участниц конференции, Снежана Карантаева, в 2016 году сама стала донором костного мозга для своей дочки. Нам поставили диагноз остромиелоидный ликоз. Нужна была трансплантация при такой болезни именно от неродственного донора. Очень долго мы искали донора, не могли найти. В врачебной комиссии было принято решение, что донором стану я. Через месяц после пересадки ребенок ушел из жизни. Только потому, что мы не смогли найти донора. После этого случая девушка стала волонтером и призывает всех стать донорами костного мозга, чтобы помогать тяжело больным людям. Я рассказываю всем, что это не страшно и не больно, что донором костного мозга должен стать каждый человек. Люди после того, как сдают кровь, вступают в ряды доноров, у них эмоции зашкаливают. Они очень рады, они говорят, что я вступила, я кому-то смогу помочь. Для того, чтобы стать донором, необходимо сдать всего от 5 до 10 мл крови. Это даже меньше, чем при общем анализе крови. Если вы генетически совпадаете с пациентом, то за три дня до назначения трансплантации донору подкожно вводят лекарства для стимуляции работы клеток. А дальше наступает день трансплантации. Существует два способа забора костного мозга. В первом случае делается прокол в бедре, оттуда забирают несколько грамм стволовых клеток. Второй же способ напоминает обычное переливание крови. В ручку вам вставляют иголочку, к ней подключают специальные провода, будем говорить доступным языком, подключены к специальным сепаратам, которые будут находиться над кроватью, над вами. В этот сепарат подключают эти проводочки. С другой стороны, и ваша же кровь будет под другой трубочкой переливаться в вашу же руку. Просто с того сепаратор будет очищаться кроветворные клетки, вот как раз костный мозг, которые нужны больному. Сейчас остро стоит проблема, как подобрать донора. И для каждого из нас генетически совместимым оказывается всего один человек из 10 тысяч. На данный момент в России ждут трансплантации костного мозга тысячи нуждающихся людей. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз. Языковая подготовка иностранных граждан, предшествующая их обучению по программам высшего и послевузовского профессионального образования, ведется в Казанском университете с 1979 года. В 2004 году было создано подготовительное отделение для иностранных учащихся, на базе которого в 2010 году и был образован подготовительный факультет для иностранных граждан. О том, как готовят будущих студентов КФУ, смотри далее. В 2018 году в Казанский федеральный университет поступило более 3200 студентов из стран дальнего и ближнего зарубежья. Иностранные студенты, которые имеют нулевое или базовое знание русского языка и хотят получить знания по предметам их будущего направления, проходят подготовительные курсы на базе КФУ. У нас задача подготовительного факультета для иностранных учащихся – это обеспечить подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке. На базе факультета осуществляется подготовка иностранных учащихся по русскому языку как средство для получения специальности и по общеобразовательным предметам для успешного продолжения обучения в стенах Казанского федерального университета. В зависимости от направления подготовки студенты обучаются базовым и трем дополнительным предметам. Занятия по русскому языку проходят по специальным разработанным пособиям преподавателями подготовительного факультета. Включается в занятии пять аспектов – это говорение, грамматика, письмо, чтение. Также есть предметы по практической фонетике, есть занятия по научному стилю речи. На подготовительном факультете Казанского университета учатся студенты из 42 стран мира. Мы планируем еще увеличение контингента и в этом семестре, и за счет новых программ во втором семестре. То есть, как минимум, 600 слушателей, я думаю, на нашей факультете будет. В настоящее время реализуются пять программ. Эти программы для будущих бакалавров, магистров и аспирантов. Все программы реализуются по пяти направлениям обучения – гуманитариев, экономистов, медиков, биологов, эсцентно-научных специалистов, инженеров, технологов и физиков. В 2019 году на подготовительном факультете Казанского федерального университета будет осуществляться подготовка иностранных граждан к дальнейшему обучению на английском языке. С февраля 2019 года мы планируем запустить, опробировать новую программу на английском языке, ориентированную на специальности на английском языке Института фундаментальной медицинной биологии – это Dentistry и General Medicine. Программа будет приезжать слушатели с уровнем владения английским языком минимум B1. Это страны Турция, Иран, Ирак, Египет уже заинтересовались данной программой и мы рассчитываем как минимум две группы на данную программу набрать. Стоит отметить, что учащиеся на определении подготовки медико-биологической, инженерно-технической и технологической не только получают теоретические знания, но и проводят лабораторные занятия. В ближайшее время коллектив и слушатели подготовительных факультетов КФУ переедут в новые помещения, которые будут оснащены учебным лабораторным оборудованием. На этом все. Подписывайтесь на наши социальные сети и будьте всегда в курсе самых интересных новостей.